В Магаданской областной думе обсудили результаты модернизации первичного звена здравоохранения Колымы. Реализация предусмотрена на 2021-2025 годы. Цель программы – обеспечение доступности и качества медицинской помощи в поселках и небольших городах. Стоимость программы мероприятий на пять лет составила 2,3 миллиарда рублей. В модернизации участвует городская поликлиника, областная детская и восемь районных больниц, а также женская консультация и скорая помощь. Мероприятия, предусмотренные программой модернизации первичного звена здравоохранения, реализуются по четырем направлениям. Это укрепление материально-технической базы медицинских организаций. Это оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием, оснащение медицинских организаций, участвующих в программе модернизации первичного звена автотранспорта, обеспечение медицинских организаций кадрами. Для укрепления материально-технической базы медицинских организаций, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в субъекте, запланировано создание трех новых объектов. Это больница в городе Сумани и два филишко-кушерских пункта в селах Ямска и Верхний Парень. В 2021 году начался капитальный ремонт девяти объектов. В этом же году завершаются работы по детской областной больнице и поликлинике номер 2 по улице Берзина. Также гаражи медицинских организаций пополняются автомобилями. Так, приобрести планируют 46 единиц. Кроме того, в больницы поступит новая техника – аппарат УЗИ, рентген и другое. Коммунальные службы Магадана продолжают расчищать улицы города после снегопада. Мэр областного центра провел совещание со специалистами. Техника ГЭЛУД продолжает уборку центральных и отдаленных районов. Автогрейдеры срезают накат и расширяют проезжую часть улиц. Всего задействованы 22 единицы техники. Сотрудники комбината зеленого хозяйства ведут механизированную уборку города, а также поселков Сокол и Уптар. Расчищают тротуары, переходы, межквартальные проезды, скверы, площади, подъездные пути, контейнерным площадкам. Задействованы 24 единицы техники КЗХ. Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямой эфир в Инстаграм. Организовывает такое вещание Центр управления регионом. На протяжении нескольких дней в СУР поступали вопросы от магаданцев. Градоначальник в режиме реального времени на них ответил. Жители областного центра интересовали переселение из аварийного жилья, бродячие собаки, детские площадки. Снег, учеба, масочный режим, прививки. Вот весь этот спектр вопросов, он сегодня будет рассмотрен. Я дам ответы, может быть, какие-то не понравятся. Я не люблю лавировать и говорить, что будет именно так, как вы хотите. Хотя есть выражение, правда, то, что хочет слышать народ. Но я больше буду говорить честно, откровенно, чтобы люди понимали, что реально будет происходить в городе. Прямая линия длилась чуть больше часа. Градоначальник постарался ответить на все вопросы горожан. Юрий Гришан отметил, что проводить прямые эфиры важно. Муниципалитет должен объяснять людям, какую работу выполняют те или иные структуры.